Здравствуйте, дорогие друзья! Галопом по Европам попросили меня снять про аргинин видеоролик. Аргинин очень крутая штука. Показан аргинин, соответственно, гипертоникам нашим. Показан аргинин при гипоксии кишечника, при лечении сибров. И если вы боитесь, что аргинин вызовет герпес, а ныне эта информация заполонила интернет, ради бога, есть формы аргинина, которые не вызывают герпес. Подробнее я могу поговорить об этом в следующем видео, а это видео не о формах аргинина, не о его формах генетики, а о его показаниях. Поэтому мы продолжим. Аргинин, соответственно, у нас очень неплохо тонизирует сосуды. Вообще вы можете, если вы занимаетесь, чувствовать мегапамп, соответственно, который в мышцах у вас наполнение вызывает. И это именно делает аргинин. Но если вы бахнули перед этим аргинина, соответственно, проще его почувствовать. И когда вы, соответственно, достигаете пика пампа, можно увидеть такую синенькую сосудистую сеточку на вашей бицушке, там попе, еще где-то. Вот если она проступила, именно во время тренировок, не путать это с поврежденными сосудами, это никак не вяжется. Нет, это именно просто такая вот легенькая синева. Это, соответственно, активно работает, значит, аргинин. Может увеличить венозность. Считается, что может даже увеличить азотистый баланс, да, то есть положительно, более положительно его сделать. Но здесь бы я досыпал Q10 для наших качков, качальщиков, соответственно, такой лайфхак. Но для меня, как для врача, аргинин в первую очередь незаменим при лечении Сибра, потому что я всем привожу пример. Когда много патогенной биоты, мы вот открываем анализ, вот у меня рядом анализ лежит по Осипову, да, и мы можем видеть, что в графе анаэробы, я, наверное, прилеплю там где-нибудь образец, в графе анаэробы у нас есть очень много, в принципе, патогенных бактерий, которые анаэробными являются. Значит, и это означает то, что им без кислорода хорошо. И если им без кислорода хорошо, значит, в общем-то, кишечник не достает вот этой доставки кислородной вот этой среды. И временно, пока мы выравниваем, соответственно, баланс норма биоты и патогены биоты, мы можем закидывать в себя аргинин, и нам, нашему кишечнику, будет хорошо, потому что аргинин позволит доставлять кислород. Поэтому незаменим в лечении Сибра аргинин. И поверьте, если вы его будете покупать, комплексы есть для лечения Сибра, за вас, за какую-нибудь ромашку, соединенную с аргинином, возьмут гораздо больше, просто назовут это комплекс здоровый кишечник, чем нежели вы купите аргинин отдельно. Вот, значит, эффект будет тот же, конечно, покупать аргинин отдельно. Здесь это выгодно. Вот, также при лечении неврологии, когда есть гипертонус, когда вы работаете с массажистом и так далее, то же самое. У нас нарушается трофика тканей, и чуть-чуть как-то себя покормить аргинином нужно. Понятно, что уже не нужно здесь делать как при качалке, как-то пампить эти мышцы проблемные и так далее. Но если вы работаете с остеопатом, работаете с массажистом, 500 мг аргинина себе досыпать, это достаточно неплохо. Особенно, если у вас, соответственно, вы гипертоник. Потому что у гипертоников как раз-таки на фоне гипертонии может быть тоже повышенная, дополнительная, повышенная спастика мышц, но спастическое напряжение. Но тут, опять же, это не значит, что гипертония – это причина неврологии. Нет. Это просто, соответственно, дополнительный фактор риска, дополнительная вещь, которая может осложнить ваше течение вашего основного заболевания. И аргинин здесь будет вам помогать профилировать эти вещи. Просто, соответственно, естественно, нужно идти к кардиологу, но так как вы все до кардиологов не доходите, или там непонятно, если дошли, то непонятно, может быть, вы дошли, но это было 5 лет тому назад, и пора бы вообще вернуться, кстати говоря. И вот пока вы не записались, пока вы ждете, не ждете, пока вас там по кардиологии следуют, это же не сразу кардиолог, вы пришли, и он, так скажем, рентгеновским зрением супермена вас просветил и все увидел, все ваши заболевания. Он на эхо вас отправит, на ЭКГ отправит. И вот пока все эти мероприятия у вас есть, вы можете на Q10 и на аргинине, и на каких-то еще добавках, соответственно, держаться и более-менее себя нормально чувствовать. И попутно, соответственно, будет это компенсировать в течение каких-то других заболеваний, может быть, тоже достаточно выраженных, вот как неврология, например. Так что аргинин – это базовая добавка, дорогие друзья, и я бы рекомендовал ее пить, ну, фактически каждому, но для мужчин она более, соответственно, даже, на мой взгляд, необходима, чем женщинам, потому что для мужчин это, конечно же, кровонаполнение члена. То есть сила вашей эрекции напрямую зависит от количества кислорода в крови, и от азотистого баланса, и, соответственно, и от аргинин будет помогать вам все это делать, в памп, соответственно, достигать некого пампа. А если у вас нарушено питание, если вы часто курите, испытываете гипоксию, то для такой вообще связки, да, чтобы компенсировать кровонаполнение в, соответственно, половые органы, я бы рекомендовал накинуть, допустим, тысячу миллиграмм глицина при курении, да, на постоянке пить, 500 миллиграмм аргинина и, допустим, Q10, ну, хотя бы соточка, чтобы была. И вот как минимум, как минимум вот на этой связке пожизненно, я уж не говорю, что там витамин С и прочее, но это для других метаболических процессов, это вот конкретно, соответственно, чтобы убрать вялый член. Ну и, соответственно, вообще ситуация какая, что у нас, ну, понятно, что каждый мужчина будет рад, что у него кровонаполнение в пенсии максимальное, поэтому, дорогие друзья, аргемин, дорогие мужчины, вам необходим, как никому другому, если вы хотите немножечко произвести впечатление на вашу даму. Так что вот такие дела, дорогие друзья. Более точно, если хотите узнать, какие спортивные добавки вам показаны, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok